Петрозаводчанка Валентина Лёвина считает, что рабочие вторглись на её частную землю рядом с её стареньким домом идёт строительство. По словам хозяйки, рабочие подключились к её электросетям. Петрозаводчанка возмущена. Строители, по её мнению, вторглись на её землю. Почему? Они нарушают права частной собственности. Без моего, я согласия не давала. Валентина Лёвина подготовила обращение в прокуратуру. Вот такой вот шквальный ветер стал причиной падения многих деревьев Петрозаводске в последнее время. Одно из них упало в ямке рядом с лоцосинкой. Ствол дерева перегородил пешеходную дорожку. Шквальный ветер делает опасными прогулки по парку. Неизвестно, какое дерево обрушится следующим. Ещё один поваленный ствол тоже в парке, напротив второй поликлиники. Упавшие деревья убирать не торопятся. Люди украшают город своими руками. В центре Петрозаводска рядом с площадью Ленина петрозаводчане высаживают цветы. Все вот эти цветы, которые вы видите, это всё цветы, которые мы сами выкопали со своих участков и принесли сюда, скажем так, в дар городу. Растения на клумбе цветущие и многолетние. Со временем цветы разрастутся, должно быть красиво. Здесь будут лилейники, астельбы, очитки, баданы, хосты, ну и много других ещё цветов. Они разрастутся. Это все цветы, которые очень быстро разрастаются. Мы специально подбираем. Даже в белые ночи на заднем дворе Академии наук смотрите под ноги. Тут большая яма. Образовалась она загадочно. Под землёй когда-то находилась газовая установка. Известен даже её номер 51. Но неизвестно, кто её выкопал и унёс. По информации Корелгаза, групповая установка принадлежит Академии наук. Газовики лишь проводили её техобслуживание. Но уже несколько лет никаких работ там не ведётся. Установка даже снята с регистрации. А теперь и вовсе исчезла. Кто бы это ни сделал, заройте, пожалуйста, яму. Таким мы увидели Петрозаводск сегодня. Если вам есть что рассказать нам, звоните по телефону 533232. Давайте делать новости вместе. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова